Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 880. События дня. Третья книга. Сарс 14, 6. «Я грозный посланник к Тебе». Это пророк говорит. 14 мая 2018 года. Ну, а тут что нужно посчитать. Сергий оформил беседу и переписку с СД, которые нападают на меня. Они как-то на СД буквы. Я все говорю. Сатана и дьявол. Ну, я благодарю всех, да воздаст им Господь милостями своими в судный день. Не даст погибнуть от своего безумия. Сарахов, 37, 2. «Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага?» Вот как самый скорбь. 3 Иоанна 1, 4. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Напротив, в самой большой скорби, когда кто-то уходит, врагом делается. И самая большая радость, опять же, друзья. У монаха нет ни того, ни другого. А он один сидит. А раз один сидит, ничего и нету. Вот так. Вот когда нападают на себя, это они любят всегда слово гордыня. Прелесть 2. И вот набирает, создал враг душ человеческих, миссионерские отделы. Это самое страшное, что сегодня есть. Во главе там Дворкин везде, там все учат жестокости, страшного осуждения. Решает, чья молитва доходит, не доходит. Дела Богу нравятся твои, не нравятся. То есть суд Божий полный устраивает здесь. То есть сяду с сонами богов. Это такие были у Давида 3 тысячи лет назад. Он говорит, Господи, как умножились враги мои. Многие восстают на меня. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Вот все. Не тот епископ, под каким епископом. Это все сегодня миссионерские отделы лютуют. Но ты, Господи, щит предо мною. Слава моя. И ты возносишь голову мою. Как возносишь? Да виден город на вершине горы. Яков говорит, ты покажи делу, жизнь свою без дел твоих. А я тебе с делами покажу. Из дел. И вот почему они нападают. Зависть. Есть книга «При мудрости Соломона», вторая глава. Но я беру всего два стиха, их надо всю главу. Прочитайте. Да не один раз. 2.15. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших. Как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. Ну, отцом своим Бога, значит, Бог усыновил, то есть избрал. Это как огня бояться этого слова. Простое слово. Сказал, Бог меня избрал. Все. Значит, не избран, она не знает. И кто рожден свыше? Они это вообще не знают ничего. Учатся в университете, значит, пять лет душу его корежит, совесть выбивает из него. Правда, не скажет. Вот сегодня тут показывают все одного епископа в красном одеянии. Какая физиономия, как все время хохочет. Это же выявили такое? Так один такой он тысячи людей оттолкнет от церкви. Монах. А если не женатый, монашество не принял? Целебат. От католика взяли целебат. Что такое? Целебаб. С чем живет? Я когда себя все смотришь, такие мальчики рядом, о чем протопопа в вакуум высмеивал, говорил их. Мне вчера показали фильм христианский. Сладость в горечи. Спор о двух путях жизни, жизни и смерти. Это название такое. Прямо по-русски зарядите в гугл, увидите. Речь идет о Китае. Какой веры там, непонятно. Но слова говорят хорошие. С той и с другой стороны, каждая свою идею. Коммунистическая идея о мучительстве. То есть, это подготовка к антихристу. Наталья Усатая. У дьявола есть свое царство. Вот и трудится во плоти человеческой всякими разными способами, чтобы оттолкнуть от истинного евангельского пути. Никто больше людей не оттолкнет от церкви, как епископат. Это и Златоуст говорил, и все. Там он уже рта не раскроет. Вот один Диамид появился, сказать, там ей патриарху всем, там в властях, что не так. И тут же и на телефон полез, и против интернета самого снимает везде. То есть, не истинное это выступление. Истинное выступление – это у пророков. Вот у меня любимый пророк, ну, любимый как, близко духом с ним, Еремия. Михей, сын Иемблая. А по простоте – это Амос, сын пастуха Рустик. Мир вам! У вас великолепные проповеди и стихи. Слава Христу! Евгений Давыдкин. Игнатий Тихонович, запретите Виталию Калиникову вставлять музыку в ваши ролики. Ютуб придирается за авторские права в музыке. В этом все проблемы. За это и предупреждают, и блокируют администратора видеоканала. Запретите ему самодеятельность. Запретил уже многократно Евгений. Уже устал запрещать. Я говорю, с музыкой надо себе ставь на все. Или не трогай. Обойдемся без этого. Ну, зачем мне эту беду? Нажили тут. Пусть всегда сначала советуются с вами, со специалистами. Кто повыше его разбирается в интернете и программах. Видишь, какие-то не советуются. Когда уже сделано, я говорю, выбрось это все. К нам претензии. Мы воруем музыку. А я ее знать не знаю, чья музыка. Виталий хочет как лучше, но получается наоборот, хуже. Как говорят, а получилось как всегда. Вот понимаешь, какое дело. Он тормозит вашу работу. Не давайте доступа Виталию к вашим каналам дистанционно. Он так накуролесит. И придется исправлять. Зачем вам потом делать двойную работу? Владимир Гай. Стих, который вы написали в 86-м году в тюрьме, он показывает на нынешние времена. Злодей, злодейство и злодейство, и сказано точно. Так это не я сказал, порог Исаия. Смотрел ролики с Петром Михайловым. Смех у него непонятный для меня. Я бы так не вел себя. Вот, видишь. А сейчас скажут, ой, а то парисей сказал, я не такой, как прочее. Ну, о чем смеяться-то? Убедут о себе, о чем? Явное дело, что для них это шутки какие. Зарплату получают. Он никогда такой человек. И архиерею слова не скажет. Ни властям, нигде. Чтоб только его не стронули. Не оторвали от корыта. Миллионы людей смотрят. Хи-хи-хи-хи. Священник – это примеры подражания. Душа должна слушать и рот открывать. Вот такая штука. А это ничего нельзя. А можно исправить? Нет, нельзя. Это ничего не сделать. Сатана в рот залазит. Это Златоуз говорит. Нет, хохочешь, рот разеваешь. А не думаешь, что Сатана вскочит в рот к тебе. Блаженный плачущий и горе смеющимся. Они это никогда не считали. Чё, хи-хи-хи-хи, то есть всё хорошо. Жена рядом. Ну, что ему надо-то? Не заботиться ни о скотине, ни то, что там не урожай будет, траву не убрать, не скосить. Никакой заботы нет. Совершенно никакой. А если бы спрашивали, вот сколько душ прибыло, и так дальше, то другое. Маленько, по-духовному-то. Но, наверное, бы не до смеху было. А только душат налогами их. Недовольство там всё на архиерея, а там утрен трава. Какая разница? На это место десятки будут. Аннотация книги «Удивлённый Христом. Моё путешествие из иудаизма в православие». Название. Это необычная автобиография священника, который вырос в США в иудейской культуре. В подростковом возрасте начал духовные поиски и через протестантство пришёл к православию. Арнольд Бернстайн в детстве был шахматистом. И вся его жизнь похожа на красивую шахматную партию. Он был свидетелем шестидневной войны в Израиле, борцом за гражданские права и протестантским пастором. Это шахматная игра. Но ни одного шага нет христианского. В книге есть описание жизни Америки 50-70-х годов, просуждение о еврейском народе, анализ и сравнение иудаизма и православия. Какого иудаизма? Какого православия? Сегодняшнего. Это христианство, которое при Христе было, и которое иудаизм. Там ещё как-то можно. А то ещё сравнивать. Там и там. Отступление на каждом шагу. Но самое интересное в этом книге – путь поиска истины. Живое и глубокое богословие, которое позволяет читателю по-новому взглянуть на, казалось бы, уже привычные вещи. Подробнее. Вот здесь отсюда берите. Действительно, хорошая мысль и рассуждение. Марина Хэр. Мир вам, Игнатий Тихонович. Благодарю за фильм. Появилось желание заучить её, которую допрашивает китаянку, слова и произносить неверующим в виде проповеди. У меня возник вопрос. Можно ли женщине в нечистые дни трудиться во славу Божию, когда в деле необходимо присутствие Духа Святого? Интересная мысль. В деле необходимо присутствие Духа Святого. Марина, ни одного дела нет, в котором бы не присутствовал Дух Божий. Вы просите хлеба, просите, прямо говорится, и даст Духа Святого. Получить хлеб и съесть его только в Духе Святом можно. Это прямо из Евангелия. Например, изучать Писание, писать комментарии или размышления на евангельскую тему. Это можно. Можно. Задавать вопросы. Можно. И тому подобное. А также произносить слова из молитвы Святому Духу, «Приди и вселися вны». Это тоже можно. Как это он? Я нечистый? Да для Бога мы... Это ничего нет. Это естественно. Оно не может быть нечистым. Так я отвечаю. Можно все делать, кроме прикосновения к святыне. Крещение, прищищение, иные таинства. Не касаться Святой Библии. О нечистоте написана книга правил. Тимофей Александрийский, правила 5 и 7. Дионисий Александрийский, правила 2. Карфагенский собор, правила 4, 34, 81. И 6-й Вселенский собор, правила 13. Ну вот, дальше. Ну вот, вот еще что. Тут вчера беседа у них по Теряевке была с Никитой. Его там вопрос такой целомудренный, что женщины стоят у нас на клиросе, и вот они тут спиной стоят, а он смотрит пониже спины маленькой. Его это смущает, и вот он пошел ко всем женщинам говорить. Вот что сказать на это? Что она должна сделать? Вот конкретно. Ну ты соблазнаешься, это твоя забота, твои вопросы. Одеты у нас все прилично. Подол выше 10 сантиметров от пола не поднимается. Ну, как можно сказать? Непрозрачная одежда, необтягивающая. Что надо? Платки надеты, как хиджап. А его смущает. Пусть они повернутся другим боком. И Даша-то что? 27 лет по Теряевке. Никого не смущало, она наоборот удивляла, как целомудрен одеты женщины. И вдруг один, один из... Ни с кем не советуется, ничего. Про что? Самость. Самость и глупость стопроцентная. Ну, откуда пришел-то? Ну, и там-то видел, батюшка его спрашивает, чтобы так благочестиво одевались. Он ничего это не знает. Где? А это юность. 26 лет, ничего нету, ни кола, ни двора. Ну, сейчас хоть ездя остановиться, ночевать-то. И вот начинает куролесить. Вот как Фотий поет, я помню, чудные мгновения. Монах. Где он, что-то не видно. Вот они вначале тут с одним и говорить, с епископом, даже о грехе. Он сорок, ну, псалтырь там или что-то, третью часть прочитать. Я считаю, вчера удивляюсь просто. Остались актеры. Актеры ничего не сделают. Игнатий Бринщининов говорит, пятый том. Ничего нету. С верой православной покончено. Ну, тебя это смущает, как лошади такие из кожи делают на глаза, чтобы по сарам не смотрело. Мне сразу вспоминается Сократ. Он был пущеглазый такой. Глаза на выпущку, как у рака. И говорю, у тебя глаза-то какие? Он говорит, а глаза для чего? Чтобы смотреть. А не для того, чтобы на них смотрели-то. У лягушки его на них как. У крокодила, смотри, как они. У гиппопотама, у бегемота. Как глаза? Он глаза сверху выпустит, а вся туша под водой. Это Бог так сделал-то. И вот, говорит, у вас глаза какие? В яминах. И вы двигаете только перед собой. А у меня глаза на выпущку, как у рака. И поэтому я вижу во все стороны. Мои глаза лучше ваших. Вот так и Никиты. Много видишь. Ну, давай, закрыли здесь женщины. Давай перегородку сделаем. Для них. Храм-то маленький совсем. От кого делать-то? Ну, а рядом-то ты же вперед смотришь. И рядом у нас на левой стороне женщины. На правой мужчины. Это все разделено. Но в хору. Ну, хору там какой хор-то? На клиросе назовем. Вот. И стоят женщины, одетые прилично. То есть по русской благочестивой форме. Ну, нигде нарушения нет. И вдруг никогда не видал. Он ничего в это не вложил. Ничего. И вот теперь он говорит. Ему сразу и говорят. Ну, ты. Глаза-то у тебя. Только не говорят. Ращи-лягушащи, там, бегемотовы. Ты же налево-направо видишь. Ты смотришь вперед. Ну, ты же глаза-то скашиваешь. Не можешь глазам приказать смотреть вперед. И впереди стоят девочки маленькие. Стоят на левой стороне. Ты же видишь это. Приезжали хористки. Из этого, из метрополии вместе. Ты что их поедаешь-то глазами-то? Да лекарство очень простое. Женись, чем разжигать. Зашел в храм и стоит, перекачивается. На пятке один приехал тут. И на носке вот так вот перекачивается. Моя человек говорит. Зачем ты? А что? Я говорю, ты не знаешь, что такое? Это блудная лихорадка тебя. А как вы узнали? А я всю службу о блуде думал. А то другой совсем. О блуде думал-то. Да тебя сзади видно. Смотри, каких от себя держат епископы-то. О чем Андрей Кураев-то говорит? Кто? Под каким вы епископом? Мы не под каким. Мы прямо стоим. Это вы под епископами. Режите. Нас Бог так нам, видя нашу жизнь, дал такую жизнь, что и власти никто не имеет над нами. По милости Божьей, кроме Христа. А как так? Да так. Исполняем все по закону. И за нам не надо смотреть. Закон дан для нарушителей. А у нас нарушений нет. Если есть конкретно какое правило. Нету ни торговли, ничего этого нету. Да вам торговлю никогда не убрать. Никогда. Иначе все лопнет. Строить храм, храм, храм. Там захромались. И вот здесь Никита поднял. Утром встал сегодня. Уже 1300 человек посетили за вечер. И они там говорили. Я Никите маленько кое-что сбросил. Сейчас покажу, что я сбросил. Вокруг него сейчас гуртовать все будут. Как вокруг Романа. Сейчас вокруг начнется мы. Держись, Никита. Мы тебя поддержим. Помощь. То есть они приедут туда-сюда. И что буду делать? Даже. Но никого нету. Бессовщина. Как Огонек. Журнал говорит. Чертовщина. На полном серьезе воспринимал Роману. Это точно так же. А что сделал? Он ничего нет. Кого-то организует. Кого-то организует. Две жены нет. Одной нет рядом. Не живет ни с кем. А вот у него ничего нету. Он придумал это. А раз его подпитка такая есть, значит, он все потерянный. Уже лыжи туда навострять ему. Он не знает, куда ехать. Никуда домой, на Украину. Это очень просто даже. Украина вам подаст все необходимое. Вся мерзость оттуда ползет. Бритые попы. Крещение нет, мокрая ладошка. Это все оттуда идет о католичивание. И они учить нас будут здесь. У нас учить... Что ты будешь учить-то, когда все исполняется? И вот я дальше вчера у них тут небольшую переписку устроил. Володя пишет. Сказал, поехали. Я говорю, Володя старший. Никак. У нас был такой тоже, не подчинялся. Ну, вылетел отсюда и все. Скажи сегодня Никите, чтобы с тебе в дом не заходил до моего приезда. Если что из продуктов нужно, можешь дать разумно. Прошу это исполнить. Если не против, я опасаюсь за тебя, за Володю. То есть, что угодно может сделать. Там пишут и говорят. И, видите, он тяжело больной. Там аутизм и прочее. Я не определяю. Я не врач. Когда мне нужно дать тебе знать, чтобы ты глянул на почту здесь. Я через твой телефон буду давать три сигнала. А ты не открывай на прием. А сразу загляни сюда на почту. И выставил вчера два ролика. Вот про это. Притча 15-22. Назвал. Без совета предприятие расстроится. Но длинное не вмещается в заголовок. А при совете состоится. С 14. И дальше темой выставили. Гусак нападает на батюшку. Храбрый гусак возвысился в глазах гусы. Слушайте же меня. Володя сразу пришли в собрание в это воскресенье, где с Никитой говорили. Он там. Женщинам. Давай вы говорите. А они в чем виноваты. Со всеми буквально в конфликт вступил. До едины. Вот характер какой. Предложи ему пойти в свой дом. Вам опасно быть вместе. Сегодня пусть и перейдет и сам себе готовит. Так пусть и будет до моего приезда. Все врозь. Он этого и хотел. А я ему говорил, Никита, ты летом будешь работать у себя на дому. А тут будут готовить, будешь приезжать. Приходить тут недалеко и пообедать, чтобы тебе время не тратить. Это все, что надо дать ему. Но сегодня я ему все это... А ты уже... Так, перед кемку ставишь. Так, Никита, я перешел в свой дом. Можно было и раньше. Просто готовить проще на двоих сразу. Никакого вреда, Володя, не собираюсь делать. То-то и оно, что не собираешься. Но вот таких людей не собирается. Или они пролить кровь, говорит, как ничто. Я читал такие слова у святых. Идет по пустыне и поднимет руку. Я отвечаю. В твоем житии, Никите, самое опасное сегодня то, что ты всякую скверну, как Роман, легко сглатываешь. Как тот делал. Если она против меня. Притом полностью лживая. Ты не заносишь этих сквернавцев, благодетелей-просветителей, в кавычках, в черный список. Если хочешь иметь общение с нами, то сейчас же сотри все присланные тебе мерзости или найденные тобою и занеси всех подобных в черный список навсегда. До сих пор еще что-то чуточку можно поправить. Если же не так, то все возвращается к первым твоим звонкам из Украины. Хорошо слышишь? У всех сестер на собрании, а не наедине. И спроси прощения искренне. Это мои советы. Я уж могу выстоять их под роликом, но пока так. И весьма желательно, чтобы ты с этого времени не заходил в храм, а стоял в притворе так, чтобы ни одной сестры не видеть. Тебе это как раз и нужно. Притом прими это с любовью, это лекарство. Плачь в закутке, не дури, задурь свою несусветную и безразмерную. С жалостью к тебе даю тебе почти последний шанс остаться здесь, а не возвратиться домой, откуда ты прибыл. Ты не оценил ничего, что тебе Бог здесь дал. Что я тебе говорил при расставании в последнем, потеряла свою силу. Ты сжег все расписки. А я наказываю, как вести себя, как, чтобы ничего нету. И желательно, чтобы ты хотя бы на неделю полностью вышел из компьютера, из интернета и не прикасался к аппарату. Сразу ответь, что тебе сказал. Это по силам тебе. От исполнения этого зависит твое отношение к истине и ко многому в вечности. А как здесь? Вот я в коридоре же здесь стою, так оглашенно это. Ну, я вперед смотрю. А впереди меня попрошу, чтобы стоял в коридоре. А если нет, все кончилось. Я уже так все обдумал, помолился, и батюшке скажу, чтобы он его туда вывел. Там, где стоял, он не видел, ему спокойно будет. Это есть один канон такой. Сейчас не открываю его, чтобы... Прямо канон соборный. Что если у епископа дача, он туда приезжает, а там работницы, чтобы всех их спрятали. Ужас какой. В епископы, и от него надо спрятать женщину. Вот как будто бы зимой застоится такой производитель, жеребец, которым всех кобыл кроют. И вот выводят его, и на растяжке держат, и он пляшет аж на любую кобылу заскочит. Так и это. Приехал епископ, и всех женщин прячет. Это ужас какой-то. И вот здесь точно так. Все надо где-то строить, спрятать. Некуда. И не надо это делать. Ты же на улице бываешь, ты выйдешь, там одеваются как попало. Голые, в одних трусах женщины ходят, шортами называют-то. Ну и что? Так мужчины на мужчинах разгоряются сегодня, это еще больше. И что теперь? Ну то иди в пустыню. Они там в пустыне были и боролись с анонизмом, как Андрей Кураев говорит. И что, побеждали? Да нет, конечно. Залазили под землю, там, считаешь, ужас берет какой. И вот он залез под землю и не знает, что делать. А другой кость берет, а другого святого костью давит то место себе, где его там надувает-то. Это все борется. А лекарство очень хорошее. Лучше жениться, чем разжигаться. Все приятно. Будет какая-то у тебя прибыль. Хочешь хозяйство, то другое заняться. Первым делом женись. Она хоть охранять будет. Ну, конечно, лучше всего, если бы она была из мусульманок пришедшая. В командировку поехал, не тресся. Где она, на какой площадке будет танцевать. Ну, вот Господь покажет. Это пока я ему эти рамки ставлю. А он не будет слушаться. Не получится. Ты ко мне приехал? С меня теперь спрос. Уже вчера было. Кого вы привозите? Я Романа привозил. Никому не подчиняется-то. Украина. А мне говорят, гневить Бога – это учить хохла. Это одно и то же. Ну, ничего не могу сказать против. Вам там виднее. Но, однако, у меня есть лекарства. Конкретно. Сколько года два, не знаю, сколько Никита уже здесь несет, смущало. И вдруг, то есть, внести какую-то новинку. Не надо у нас все перетерто уже спрятать. А впереди тут стоят девочки. Да ты больше всего на них будешь сжигаться. Вот интересно. В прошлом году он у меня с мальчиками оставался, Никита. Я ничего не знаю, вот эта прихоть эта, дури-то эта, как Петр Первый говорил. Сказал, там ты с мальчиками, следи за ними. Но пальцем ни к одному, чтобы не прикоснулся никак. Как он разобиделся, да я, да то он. Ну, перестань. Если не виновен, тебя не должно это касаться. Ну, мне хоть тысячу раз говори. Ну, и хорошо. Хорошо. Только уточню, а как ты в бане мыть их, когда как-то? Без тебя помоют. Я был 45 лет начальником детского лагеря, основателем. Сколько возводили уголовных дел против меня, ни одно не подтвердилось. Все выиграл процессы. Суды были, суды. Заплатили деньги, опровержение дали по интернету. Вот так. А чтобы подозрение было, где-то у меня там есть мальчики с девочками спят в одной келье. Я за это как уцепил их. Все рассеялось. Никого нигде нет. Сергей Игнатов. Христос воскрес. Господи, посети раба Твоего, Сергея Козлова. Укрепи его душевные и телесные силы, чтобы мужественно переносить страдания. А также утверди на Твоем пути всех, кто познакомился и возлюбил мужей. Братью Крестовозвиженской и Анфимы Никомидийской. Никоми. После МИ стоит. Это я подправил, а не Е. Общин. Ревностно защищающих чистоту православной веры, на кого Господь пролил. Через нашего наставника и советника во Христе божественную благодать. Аминь. Марина Христиенко. Аминь. Посмотрела разборку с Никитой. Слов нет. Точнее, они, может, и есть, но слишком выразительные. Не знаю, как, батюшки, и вам со всем этим справляться. Да делать нечего. Один щелчок и нету. Батюшку особенно жалко в этой ситуации. Мудрость его, Магнатих Ильич. Да это ничего нет. А ровно в счетах ничего нету. Виталий Калиников. Никита осторожен будет в словах. И имеешь в виду ДС, который назвал Иритяковым Игнатия Тихоновича, ты в своем уме повторять эту чушь. А он это уже берет, присылает, и он уже точно-точно по пути идет, след след Романа. То же самое. Ну, глянь впереди-то, где его следы обрываются-то? А тот везде еще собирает всякую блевотину, но на меня сейчас сказывается. Домой отвезли его, как князя какого. И он с Украины теперь мне еще набрасывает. Это новое. Да это не новое, что ты даешь. Это уже несколько месяцев назад было. Там один человек. А я тому не отвечаю. Почему? Зачем? Зачем? Придет время, и вы своими же делами давитесь-то. Прислушайся к любящим тебя отцам и братьям. Володю зазираешь. Зачем? Елена Фауна. Это что было? Виталий Калиников. Сейчас еретики и манкурты начнут подбадривать Никитушку на подвиги, как они подсобляли Роману. А Малик активизируется. Вот это вот, это очень здорово, Виталий сказал. Очень. Это я именно, ну, предвижу, что такое будет, Никитис. Сказал, что недели не заходи, там видно будет. А он, если не послушается, сразу все. Все поврось. Живи, то делай, как надо. В храме вот у нас будет стоять, чтобы женщин не видеть. Такую святость раздевает, а придет, откуда и наркотики позади, и чего не было. И такую дурь гонят. Это ужас. Только одну молюсь, Господи, дай ему до рождения свыше. Открой его глаза. Что он делает? Елена Павлова, насчет отца Геннадия, он загнул. Он очень хорошо отозвался Игнатия Тихоновича и подтвердил, что православным стал, не без его участия. Ну, зачем так переворачивать все? Это уже Никита. Ну, полностью все, что ему кидает, он против меня идет. Что-то через меня приехал, я ему разрешил, а теперь на меня валят все. С Никитой вопрос покончен практически. Маленький шажок только в сторону сейчас сделает, и сразу будет на задворках сидеть один. Ко мне он сюда не зайдет, и тут моя территория. А тут он жил, действительно, ни в чем не имел нужды. Батюшка очень умный человек, чтобы назвать своего духовного отца еретиком. Ну, глупо верить инету во всем. Это он уже все. Сказал кто-то еретик, и Никита, какой ты друг, я для тебя еретик, ты же от меня ничего не примешь. Как он возвысился сразу. Виталий, епископа Петериму. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я дружу с девушкой, хочу жениться на ней. Но так получилось, что я переспал с ней. Так получилось, прям нечаянно. Могу ли я причащаться после такого поступка? Епископ, да. Предварительно покаявшись. То есть он ни канона ничего не берет, епископ. Веселый такой, все. Вот, ну, понимаете, ну ничего нет и епископского, ничего нет. Но это абсолютная, стопроцентная уверенность. Ни одно беззаконие он не укажет ни на одном соборе, ни патриарху, ни властям, нигде. То, как говорят, сыр в масле. Но это все кончится. Епископ, покаявшись. Виталий, а мне говорят, что мне полагается эпитимья, так ли это? Это Виталий переписывается. Епископ, это от духовника зависит. Виталий, мне говорят, что я в осуждение прищащусь, так ли это? И у меня нет духовника. Епископ, кто исповедует, тот и духовник. Пока. Виталий, а вы что скажете, владыка, епископ? Я бы дал прощесть треть псалтыри. Ой-ой-ой-ой-ой. Наказание какое? Треть псалтыри. Ну, это минимум 7 лет отлучения от храма, от причастия, вернее сказать. Треть псалтыри. Ой-ой-ой. Ну, вот я сижу в тюрьме. В тюрьме, под следствием. И что? Молюсь, а раз в 5 каждая молитва была. Так я какой там? По полтора часа примерно. Иногда по часу. У меня получалось псалтырь полный, не третья часть, за два дня. Два дня псалтыри. Вот год я здесь сидел, то 365, может, 180 раз псалтырь прочитал. Не заблуд. Нет. А за то, что псалтырь начитал, я распространил по всему миру. Ну, кроме псалтыри, там архипелаг ГУЛАГ, о масонстве. Виталий, услышал? Я боюсь, что Господь меня накажет. Епископ. Нет, простит. Прай, радуйся. Так, Виталий. А есть каноны церкви. Там заблуд на несколько лет отлучают от причастия. Они сейчас не актуальны. Епископ. Да, а ты желаешь по канонам. А спаситель блудницу просил без наказания. Это духовники имеют в виду преиспытание совести. Понятно. Он не говорит о том, что блудница не христианка. А при ней она не крещеная. Для крещения готовится человек от трех до пяти лет. Он все скрыл. Срыл это. Церкви Христовой не было. Не было. Она еще не создана. Никаких канонов не было. И кроме того, ей грозила смерть. Понимаете, вот все скрыто. Это духовники имеют в виду преиспытание совести. Да, совесть сожженная. Как у нас отец говорил, и соплями сожрал ее. Виталий, буду переваривать. А епископ, ну, за чего он время столько теряет на Виталия. А вот дальше вот теперь епископ раскрывается. Божие благословение. Это взял от еретиков. Так, говорит. Божие благословение. Без всего там вам. Это имеет значение. Строим звонницу для рассылки. Вот Бог дает возможность пожертвовать на строительство звонницы. На продолжение строительства второго этажа. Где будут учиться дети-сироты и малообеспеченных родителей. Сколько можете, помогите на звонницу. Переслав на карточку Сбербанка. Номер такой-то. С пометкой. Благотворительная помощь. С уважением, архиепископ Петерим. Я даже не знаю, где он. Посмотрите на него. Это образец. Чтобы такие были веселые. При бедственном положении. Церковь практически разложена вся изнутри. Вот трупы гнилые. Вот это они воспитали такие. Вот был уполномочен по дирлам религии Харчев Константин. Он говорит, по каким качествам их избирали. Специально. Они знали все пороки. Их из самого порочного избирали. Сто человек, допустим, кандидатов. Но надо поставить одного. Самого сребролюбивого. Самого злобного. Непримиримого. Любит все мирское. Там и танцы, и поет. Я помню, чудные мгновения. Вот такое все. Легкомысленного и глупого. Тогда избирает все. Он все будет делать. С уважением, Петерим. Я не конкретно Петериме-то. Я его не знаю. Но я знаю, как делать. Бог дает возможность пожертвовать на строительство звонится. И дальше вот и все это. Данные где, откуда. Виталий Калейников. Кадила крутится. Ловеха мутится. Что-то Ловеха я не знаю. Лачка говорит. Лишь бы Кадила в руках ходила. Елена Фауэра. Епископ рулит. Евгений Евтушенко Сергей. Вообще-то блудница крещеной-то не была. Вот правильно. Да и искупительная жертва еще не была исполнена. Тоже правильно. Можно считать, что она новообращенная христианка. Нет никакой еще христианки. Нету. Просто взяли, притащили и все. Она даже ничего не поняла, кто перед нею. Можно считать. Нельзя. Да и спас он ее от смерти. Тем самым дав возможность на покаяние. Вот тут правильно. Самый правильный вот здесь ответ. Елена Фауэр. Это звонится и прозвенит ему. Виталий Калейников. Пираты захватили корабль. Вера Митрохина. Как комментировать? Уже нет слов. Одни эмоции. Наталья Усата. Сергей Мавтушенко согласна. Пример епископа неправильный. Виталий лицо этого епископа очень настораживает. Особенно улыбка бессердечная. Вот видишь, вот женщины, и они видят. Я специально помещаю, чтобы это увидели. Поэтому и советы против канонов церкви. Как вы еще с ним переписываетесь? Да он что, на один раз сошелся, переписываетесь. Блуд совершил христианин прочесть треть Псалтыри. Да зачем вообще нам нужна Псалтыри-то? Это состояние церкви. Почему Феофан Затворник в 1861 году говорит, еще одну от силы два поколения православия на Руси исчезнет? То есть его не будет. То есть они будут гнать скачь литургию что угодно. Он нашел хороший источник. Ни за что не отвечать. Вот врач лечит. Врач не каждый отвечает. А раньше было так. Глаз начал лечить. И там скальпелем или как прорезал глаз. Смертная казнь. В этот же день обязаны казнить его. Небось, не каждый лез. Это книга такая про казачат есть. Казаки. И вот приходит со школы казачонок и говорит, деда, а у нас сегодня записывали, кто с чем хочет быть. Хорошее дело. Ну и ты, внучек, что? Ну, там у нас были на бухгалтера и на врача. Ну и что? Ну я на бухгалтера. Дурак. А почему, деда, дурак? Да если бы врач был не так, что сделал. Умер, закопали и все. А тут через пять лет будут копать тебе тюрьма. Вот как надо рассуждать-то, дед понимает. У врача никакого спроса не зароет его и все. Ирюшенко Сергеевна улыбка скорее сластолюбивая, плотская. Абсолютно точно. На сто процентов с присыпкой плотской этот человек. Я сейчас посмотрел, как говорит, что о сорока поклонах спрашивают. И он совершенно, Господи помилуй, а он начинает четко и говорит, он не знает даже такой простой, как ответить. Сказал бы, нельзя этого делать. Имя Божьим сует произносится. Бог накажет за это. Я все время, сколько лет говорю об этом. Самое неприемлемое, что у нас есть, это сорок раз, Господи помилуй, не больше трех. Нигде в Библии нет, только дважды, Господи мой, Господи, Давид говорит, покрыт я весь коростами. Виталий Калейников, посмотрите фото его в интернете, Наталья Усатая, лицемерная данная. Нет комментариев Наталья Усатая. Видела его, по ответу можно определить, что в сердце у этого епископа. Вот тут теперь разговаривает, пусть Никита с ним, и Лена Фаур. Так ты как-то наказал себя за этот грех, если крещен непогружением? Так крестись, и все. Мы поняли, кто такие епископы и другие подобные. Столько времени мучиться и не с места. Виталий Калейников, меня Господь наказал. А как наказал? Да через что? Согрешил, там и наказывает, через жену, конечно. И Лена Фаур. Ну вот и прими со смирением. Это непросто. Вера Метрохина тут выставила ролик. Фаур. Считаю, о нем говорит, а видно насквозь. Кто он такой-то в красном платье? Вера Метрохина. Интересно мне, посмотрев видео с этим епископом, увидел обстановку комнаты. Это какие деньги потрачены на это дело? На меня заходят и смотрят. Это что, комната у вас такая? Еще нигде нету. Лена Фаур. Да, хорошо, пристроился. Наталья. Особенно, когда целует щечку своих чад, Иуда предал Господа целованием. Елена. Че-то щетки-то замерли в его руках. Елена Фаур. Да, Кураева на него нету. Понятно о нем? Рэнбоу Смайл. Евтушенко, Сергей. Лучше не обсуждать конкретного епископа, если нет реальных фактов. Мое мнение. Правильно, Сергей. Конкретно. Тут не говорим мы об этом. Там вообще все разложено. Видение какое. Монашка одна, знатная такая, пишет. Вижу, идут крестный ход. Впереди митрополиты и епископы. Идут. Дорогу освободили. Вот как крестный ход, когда милиция сопровождает. Меры никакой не знают. То за посещение храма выгоняли, пенсию не давали фронтовику. Как он, Евтихий Курочкин пишет, его отцу. Сняли пенсию, что он позорит советскую власть. А тут милиция сопровождает. Христос воскрес! Старшая сестра меня проверяет, живой или нет тут. Вот. И когда начинают об этом говорить, то человек знает, а о нем это или не о нем. Ну, он себя узнал. Увидел. Ну и прими какие-то меры. Конкретного человека это не обсуждаем. Я говорю просто. Святые сказали об епископах. Серафим Царовский молился три дня и три ночи о них, о рих епископах, епископах, священников. И только одно твердил. Помилуй, Господи, помилуй. И вдруг ответ. Не пощежую, не помилую. Господи, а за что? За то, что вымыслами своими заменили истину Божью ложью. Бог ответил прямо 113 стихом 118-го псалма. Вымысл ищет, я все-таки ненавижу, а закон твой люблю. Фавор, согласно и молчу. Лучше посмотрите этот ролик. Показывает Евтушенко Сергей. Храбрый гусак возвысился в глазах гусынь. Слушайтесь же меня. Как в соседнем ролике. В соседнем возвысится. Что в соседнем ролике, не знаю, на что он говорит. Елена. Этот ролик, как говорит молодежь, зачетный. Да, промыслительно так. Я сразу их сопоставила по смыслу. Я думала, подъехавший на велике спасет батюшку-то. А оказалось, он сам боится. Евтушенко Сергей. Это Игорь Барабаш. Он гусака и усмирил. Наталья. У моего дедушки тоже был гуси. И дюк постоянно бросались на меня. Невозможно было выйти во двор-то. Ролик-то очень хороший. Особенно отец Иоаким. С добрым душой и сердцем. Елена Фавор. Ну, не усмирил, а развел на ринге борцов-то. Батюшке досталось. Больно щиплет. Такой светлый ролик, как и сам батюшка. Виталий. С этим гусем не забалуешь. Елена. Говорят же, что впервые видят агрессию такую. Их погонишь, и они должны убояться. А тут вон оно как. Наталья. И люди есть такие, как этот гусь. Виталий Коренников. Поставит ролик. Сергей. Это иеромонахи с ним рядом стоят. Сколько им? Иеромонахи. 18 есть? Интересно. 18. 18. Когда раньше 30 лет нельзя ставить. Они извержены. Они никакие. Ну, фальш. С этим видно. Про архиепископы говорят. Я не видел ничего. Не знаю. Виталий Коренников. Плюс. Минус. На камеру уже не сдерживается. Елена Павловна. Я же говорю. Красный свет его любимый. С тщеславием полны глаза его. Александр Марьяцов. Мир вам, Игнат Тихонович. Да, вы верно сказали в ролике. Миссионерство должно быть только Духа Святого. В том месте, где вы молитесь, я не мог сдержаться и ревел на взрыв. И молился вместе с вами. Спаси Христос. То есть я был в Латвии. То место посетил, где меня Господь нашел. Где дал рождение свыше и крещение Духом Святым. Когда сделал меня миссионером. По всему миру нести благое слово, не прислушиваясь к лживым духам. И вот они плакали. Пускай этот архиепископ покажет, где он обратился. И такой ролик составит. Вот один только ролик. Не наигранный. Мы там не больше часа были. Сколько лет уже ролик стоит. И ни одного нет человека, который бы смотрел его и не плакал. Вот и весь ответ. Я что могу сказать. Я не говорю, там, постился дважды в неделю. Просто найди меня в самом уничтоженном виде. Я никого не показываю. Я знаю, что это такое. Валентина Сартисон. Мир всем. Вот только сейчас посмотрела ролик из Потеряевки с Никитой. И вспомнила, что здесь в Германии в одном из православных храмов видела. Клирос стоит также по правую сторону. И на небольшом возвышении. Но сзади отгорожен от людей дощатой перегородкой на уровне груди. Очень простое решение вопроса. И получается, похоже на невысокую витрину. И никто никого не смущает. И даже полки. Буква Л и П как одинаковые. Я прочитал. Попки изнутри можно устроить. Думаю, ничего себе. Что там? Вторая есть где-то посидеть им или что-то. А потом присмотрелся. А там точка с первой стороны палочки. Полки. Полки изнутри устроить-то. Вот я смотрю слепо. Взял увеличительное стекло. Давай рассматривать. Ну, о! Это буква Л. Зачем? Вопрос. От кого прятаться? Закрой глаза. Всё. Сарфим Саровский говорит. Молишься? Закрой глаза. Будет он закрой глаза? Нет. Он этим ещё больше внимания привлекает. Я такой целомудренный. Вот это и есть фарисейство лживое. Ну, вышел на улицу. Сёстры повернулись. И выходят. Тут-то ты их видишь. Не просто стоящими-то. Она идёт ещё и платье развивается. Чего ты умираешь-то от этого? Есть что вспоминать, значит, из юности своей-то. Рядом-то не крутился бы около девок-то. Но с этим у него не пройдёт этот номер. Вот сейчас воскресенье. Я попросил сделать собрание у них там. И так, и так. Батюшке, чтобы сказал ему, чтобы внутрь храма не заходил. А у нас коридор там такой. Ну, и стоял там и молился. Всё слышно. Тебе зачем смотреть-то? Тебе не надо смотреть. Вот так. А не будет это? Будет это? Будет. Здесь приедет вопрос решённый. А он не покорится. Как он не покорится? Не покорится, как Роман говорит. Тот тоже поднял голову. Против всех. А теперь... Ну, не так, не так. И власти не починились. Да неужели же на тебя управы никакой нет? Чего смеяться-то на этим? Власти нет. Ну, смешно просто всё. Ну, вот так и есть. Вот теперь я сейчас посмотрю, возможности есть какая-то ещё. Да, наверное, вот всё. Показать немножко наши ресурсы. Мы пользуемся какими. Вот она. Мой мир. Я очень уважаю и люблю эту систему. И вот переношу со своего Ютуба сюда. А сейчас перестала давать систему переносить. Прям легко так перекачивалось. Кто знает, от чего это зависит? Не знаю. То есть оттуда не ссылки делать, а полностью, чтобы перекачивалось. Притом легко. Я могу, если взять с экрана и закачать. Она закачает. Но я делал быстро. Штуку я сеть поставлю. Гляжу, к утру уже все перекачены. А сейчас ещё нельзя сделать. Почему, не знаю. Вот сейчас даже покажу. Всё. Так и стоит на месте. Это «Гости». Вот «Барнаул». И это какой? Без названия. Вот теперь идёт. Без названия. Что такое? Сейчас покажу. Это видео. Какие? Вот они. Без названия. Это означает, я их поставил, они не закачались. Нету. А вот это «Миссионерство». Должно только Духа Святого поставил. Это как-то прошло. Сегодня последний ролик. 126-й. Святая Библия. Библию перенесли полностью. По одному ролику ставил, ставил, ставил. Меня её разбили. Братья. Сразу появились два Сергея, два Андрея, Виталий, Валентин. Ещё там Василий. Вот Бог дал столько мне дружеников помощь. Всё разбили по файлам, как надо сделали. Ну и наш форум. 2019-й день. Очень большой форум. 1600 тем. Ох, кто-то зашёл. Катаргин. Сейчас узнаю, кто он такой. Катаргин. Это человек или робот. Николай Свободный. Катаргина здесь как раз и нету. А кто он такой? Значит, где-то раньше когда-то он был. А о чём он говорит? Сейчас вопросы. Вот посмотрите, как делаю. Нажимаю. Так. Катаргин. Сейчас посмотрим, где всё это идёт. Большие темы. Катаргин. Слава Христу, уважаемый вы мой, Игнатий Тихонович! Благодаря вам я обрёл истинное православие. Я считаю вас моим духовным отцом. Вопрос. Можно ли так? Или духовник должен быть только священнослужитель и церкви? Нет, конечно, кто родился выше, через кого обратились. Я родил вас благовестованием. Если обратились, то не надо не говорить, значит, ты родился. А раз родился, значит, был отец. Не то, что я напрашиваюсь, но я там не такие записок, сколько присылали в интернете и здесь, и счёту нету. А Бог делает. А почему? Миссия. Мне назначил её Бог сделать. Миссия. А какая миссия? Теперь она с плюсом, с минусом. Гитлер считал, что у него своя миссия, у Ленина своя миссия. То есть, это были настоящие ораторы. Ну, вот на это вот только хотел посмотреть где-то. Если он посмотрит на это, то увидит. Ну, и дальше наш канал. Вот он, православный видеоканал. Вот 19 миллионов 123 просмотра. 19 тысяч 363 подписчика. Вот. 11 тысяч роликов у нас. 11 тысяч. Ну, вот вчера поставил, сейчас я по обновлению дам странице, чтобы, конечно, он может вообще её сбросить. Вот так и есть. Вот что-то делается, ну, никак, произошла ошибка. На каждом ролике произошла ошибка. Вот, никак. Теперь на обновление. Вот сколько дёргаю его. Никаких, говорит, кэшей не хватит. Ну, и что здесь? Ну, а теперь можно посмотреть. Вот вчера про Никиту поставили. Так. 1859. Ну, 2000-то будет сегодня. Гуся поставил, вчера гусь. 542. Вот смотрите, как идут. Вот, 542. Повторяю, 542. Запомните. Вот. А тебя души... Григория Сковорода раньше намного. Только 49. 542. А вот Златоуста я прямо насчитываю. Златоуста. День назад больше намного время-то. 13. Вот. Добротолюбие, я считаю, 31. Григория Дьяченко. 10. Вот. Из книги тут, ну, радость открытым оком. 10. 542. Вот. Вот по неволе вспомнишь Жириновского. После, когда голосование кончилось, он говорит. Он набрал меньше, будто бы в Санкт-Петербурге, чем Ксения Собчак. За кого вы там голосуете? Так кто? Он ей прямо сказал, ты... Прямо я тут обругал, говорит, на вторую букву алфавита. В эфире. Ну, кого? Ну, да смех уже сделали-то. Все это дело. Может быть, это в память о том, что Путин был близкий с Собчаком Анатолием. Может, для этого дочки там оказывают какое-то внимание. Я не знаю. Ну, что смеяться-то? Ну, Жириновский-то он сам свою биографию портит. Умница такой. На любую тему может что сказать. Божественно, ничего нету. Пахабный, драчливый и прочее. Но умный. Умный он. У него и юмор есть, и все. Ну, кто же будет голосовать? Представь такой правитель. Да я бы танки послал. Через два дня в Париже были. Ну, все смеяться-то. Бог только знает. Вот два ролика я тут перетащил от Сергея Козлова. Ну, он там начинает моей начиткой. Я имею там участие в этом. Во всем. Ролик поставлен. Много там, больше половины, наверное, моего материала. И он разрешает, я это сделал. Вот оно. Если враг твой голоден, накорми его римлянам 12-20. Враг твой голоден, накорми его притча 25-21. То есть я показываю, что еще в Ветхом Завете это уже было. А вот наш во свете Библии православный библейский сайт. Он был раньше всех моих этих систем образован. Вот сейчас кто-то зашел еще глянуть. Кто? Алексей. Алексей, вот видите. А кто они? Кто? Принять. Я знаю, это роботы лезут сюда. Он какой-то есть. Я вот теперь ставлю здесь. Если я сейчас вот так. Принять. Он сразу же, прямо ту же секунду. Тут темно, ничего. Там автоматически включается зеленым светом. Он зашел. Где-то, видимо, регистрируется. Что-то. Продвигает какие-то там деньги зарабатывать. И все это говорит. Принять, не принять. И отказаться. Но тут еще есть одна фигурка. Если нажму я на этого Алексея вверху, то написано везде блокировать. Я раз нажал, блокировать. Повторно. Все исчез. Он через пять минут опять залезет. Вот нигде ничего нет. Ну, я считаю, на сегодня у нас практически все. Богу слава.